Этот фильм, безусловно, получил бы сотни тысяч просмотров в сети. Правда, выложить в интернет его не решились. Сейчас гуляют только обрывки видео, записанные во время телеэфира. Сильный, талантливый, боксером, джигитом был. Судя по надписи на экранах, лента о жизни беглого президента Кыргызстана Курмамбека Бакиева. Это инициатива его одноклассников. Таким образом, они якобы решили поздравить Бакиева с 70-летием и даже скинулись деньгами на оплату съемок. По отзывам зрителей, Бакиев показан в самом лучшем свете. О революции 2010-го и управленческих промахах юбиляра авторы фильма решили не упоминать, пишут в сети. На одном из наших каналов Нью-ТВ поздравили Бакиева с юбилеем человека, убившего более 80 граждан Кыргызстана. Они что, вообще страх потеряли? На телеканале Нью-ТВ показали фильм, посвященный дню рождения Бакиева и его поздравили. Скоро оправдают? Началась Бакиевщина с Нью-ТВ? Это подарок на 70-летие или почву подготавливают для его возвращения? Алешка-то оказался прав насчет соке, когда говорил, что это тот же Бакиев вид сбоку, и он еще притащит эту семейку обратно в Кыргызстан. Все к тому идет. В Кыргызстане Курмамбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы. Он, его родственники и приближенные находятся в розыске и обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, убийствах, коррупции и рейдерском захвате чужого имущества. Телеканалы, которые забыли об этих фактах, пользователи сети призывают бойкотировать. Реакция на фильм последовала и от Госкомитета нацбезопасности. Авторы данных публикации телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикации телевизионных материалов предостережение о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе. В сети пытаются выяснить, кому был выгоден показ этого фильма. По данным Министерства юстиции, телеканал Нью-ТВ принадлежит ОСО «Второй канал». Учредитель компании Уланбек Исмаилов почти никому не известен. А вот нынешний руководитель Нурлан Шакиев фигура публичная. Был пресс-секретарем Курманбека Бакиева, затем его советником возглавлял общественный телеканал. После бегства патрона год проработал министром культуры. Сам телеканал, по слухам, принадлежит замглавы таможенной службы Раиму Матраимову. Находится редакция в здании, построенном компанией «Ихлас». Несколько журналистских расследований доказывали связь этой фирмы с бизнесом семьи Матраимова. Но руководство телеканала считает это пустыми сплетнями. Инициативная группа, оказывается, подготовила этот материал. Нам предлагали. Мы посмотрели. Там никакой политики, никакой дискриминации, никакой чистой молодости, школьные годы. Поэтому мы хотели своим зрителям предлагать. И все. Нас с кем не связывались? С Икром Ельмьяновым, с Ираим Миллионом, с Ахлбеком Джеймбековым. А вы не скажете, с кем на самом деле связано это? Мы сами. Второй телеканал, показавший фильм с пометкой на коммерческой основе, Нур-ТВ. В открытом доступе о нем минимум информации. Юридический адрес вашего сайта нет. По данным СМИ, руководитель Каныбек Тимиров. В сети истинным владельцем канала называют экс-спикера Ахматбека Кельдебекова. Выход фильма на телевидении медиаэксперты считают продолжением попыток обелить семью беглого президента. Как уверяет Гульнура Таралиева, целая армия обученных троллей сегодня выправляет репутацию Бакиевых в интернете. За этим стоят приближенные Бакиева, которые здесь находятся. Я не знаю насчет финансирования, но здесь у них они финансируют интернет-троллей и группы. И то, что несколько телеканалов тоже показали этот пиар-материал, тоже говорит о том, что, скорее всего, есть какая-то поддержка с их стороны. Слова Таралиевой подтверждают и свежие комментарии в соцсетях. Каждый пост возмущения о фильме сопровождают десятки сообщений в поддержку Бакиевых. По неподтвержденной информации, якобы уже завтра внушительная делегация из Кыргызстана направится на празднование 70-летия Бакиева в Минск.